2019 год можно назвать годом парковых войн. Изумрудный скверы на Сахарова, парк Ленина, Целинников. Оказалось, что закон о компенсационном озеленении, который действует в крае, недостаточно хорошо защищает зеленые зоны. В итоге власти негодование общественников услышали и решили закон дополнить. По закону было просто компенсировать, то есть условно говорим, вырубили в городе Барнауле на площади Октября, посадили поселок Южный, а может быть и за Южным. Дополнение рассмотрели на очередной сессии АКЗС, но документ отправили на доработку. По новым правилам, которые предлагают внести в закон, в случае, когда деревья или кусты, а также иную зелень уберут в одном месте, взамен этого обязаны будут посадить в два раза больше, в пределах 300-метровой зоны. А вот что именно компенсировать не расписали. Говорится о том, что зеленое насаждение компенсируется по количеству растений вырубленных. Не только биологи, любой гражданин, любой человек понимает, что растения – это не только деревья и кустарники, это и травянистые растения. И там по количеству травинок компенсировать – это абсурдно. Там говорится о том, что компенсационные зеленые насаждения должны быть того же породного состава или лучшего качества. Вот что такое лучшее, но это субъективное понятие, да, тоже необходимо конкретизировать эти вещи. Юрий Красильников – один из самых активных защитников зеленых зон, скверов на Сахарова, парка Ленина. Поправки он считает и своей победой тоже. Тем более теперь под защиту попадут деревья и кустарники, высаженные и самими горожанами, и формально не относящиеся к паркам. Потому что теперь нужно будет договариваться не только с властями, но и с ними, с горожанами. Грубо говоря, бабушки собрались, кто-то с дачи привез там рябину, калину, кто-то просто дал денег, траву посадили там, газон, клумбу, кусты. И тут приходит какой-нибудь делец, шиномонтажку строитель или Реддисон и говорит, я ваши деревья перевезу туда за 300 метров. Ну, им зачем это надо? И кому здесь компенсация в данном случае? Также важно продумать, кто будет контролировать исполнение новых правил и какая ответственность положена за нарушение этих правил. Новые уточненные поправки должны быть подготовлены к следующей сессии КЗС. Правда, когда теперь она состоится, учитывая последние события, неизвестно. Общественники надеются, что, по крайней мере, это случится до парламентских каникул. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.